Ровно год я пользовалась своим любимым феном Dyson, но сегодня я поменяла свое мнение. Я хочу приобрести фен EQ. Всем, кто хочет приобрести мой красный Dyson, прошу писать в Директ. Алла, привет! Расскажи, что мы будем сегодня делать? Привет! Сегодня мы будем сравнивать два фена Dyson и Gamma EQ. Да. Сколько ты пользуешься Dyson? Этому лично фен я пользуюсь с ним около года. Да. Сколько оно стоило? Его ориентировочная стоимость около 400 долларов. Какой фен у тебя был Dyson? Gamma Plus 7000. Почему ты его поменяла на Dyson? Я заметила, что у меня стала уставать очень сильно шея, рука, спина все время в напряжении из-за его стандартной модели. Так как в Dyson мотор находится в ручке, мне намного комфортнее с ним работать. Да. А что мы будем сегодня делать и делать? Сегодня мы будем выполнять укладку, полировку на браш. Поделим голову на две стороны и посмотрим, какой из стенок справится лучше. Кстати, по белье, кто тебе больше нравится? Ну, так как к своему я уже привыкла, как бы я его купила практически из-за цвета, именно конкретно этот. Этот такой новенький, еще свежий, поэтому, наверное, гамма мне нравится больше. По легкости, кстати, у меня одинаково? Ммм, практически да. Ну, то есть чуть-чуть, может быть, Dyson легче. И, кстати, мне по фотографиям, я хотела посмотреть и вообще сравнить эту модель. Она вышла такая, нашумевшая была. Мне почему-то казалось, что вот он по размерам будет как стандартный фен. То есть он будет просто узенький, но вот такой же длинный, как вот стандартная модель фена. И тоже так же будет уставать рука. Но я смотрю, что он такой же легкий, комфортный. Я задумываюсь по поводу того, чтобы поменять свой фен. Да, ну что, погнали? Да, вперед. Сделаем это, да? Да. Ну что, начинаем? Ну давай. Температура на 2, а скорость на 3 стоит. Температура на 3 стоит. Это у нас гамма-и-кю. Левая сторона. Ну что, давай сделаем правую сторону. Ну давай, и сравним. Теперь берем Dyson. Еее. Давай. Звук совершенно разный у них, кстати. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Какие плюсы и минусы и какая сторона левая у нас была Dyson, правая была EQ Мне больше понравилось, как в работе был EQ, так как он шире Мне было комфортнее брать более широкое сопло Оно тоньше, чем у Dyson Мне было удобнее полировать на браш Пряди брались также шире, быстрее И по работе комфортнее То есть мне понравилось, что нужно было перекидывать прядь Это удобно Расскажи по эргономике Если сравнивать вверх Вообще, ранее, когда видела его в рекламе Мне казалось, что он больше по размерам И из-за этого я думала, что ним будет сложнее работать Но на самом-то деле вес настолько равномерно распределен Что, несмотря на то, что он немного тяжелее Мне ним легче работать, чем Dyson Ясно Что ты скажешь на счет звука? Потому что зрели, наверное, твои выше по сторонам или нет? Нет-нет, на самом деле все хорошо Но что касается первого фена Он был более громким Но эту сторону высушили мне намного быстрее Да Что касается второго фена То он... Звук был более мягким Похожим на пылесос Это очень хороший пылесос Этот звук похож на стоматологический кабинет Рамеры идеальны А ладно, а ты что скажешь? Звуки на что идейте? Наверное, вот я согласна Согласна, да? Махну головой Хорошо, спасибо тебе большое Почему я должен купить вам этот фен? Или почему ты покупаешь этот фен? Расскажи про них Мне понравилось, что работать с ним быстрее Он мощнее Ширина сопла больше Пряди намного комфортнее Лучше полировались И на ощупь они немножечко приятнее Чем от Дайсена Я даже заметил, что по работе Быстро выполняют свою функцию Идью Потому что он не может выжить Да Алла, привет Привет Чего ты завтыкал?